Еще раз здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим про конверсию сайта и как продавать конверсию вашим клиентам. Мы сегодня показывали уже эти слайды, но давайте остановимся на них немножко подробнее. Аудитория российского интернета не растет. По статистике ТНС за прошлый год прирост аудитории составил всего 5%. То есть аудитория вообще не выросла, можно сказать. Я, кстати, чтобы не повторять эти цифры, хочу обратить внимание, что сейчас на международном рынке, когда мы смотрим на этап развития, ну вот, собственно, выходя в какой рынок, там с Битрикс24, мы смотрим на ВВП страны, на ВВП, на душу населения. Есть еще такая фаза развития интернета. Вот она во первую очередь определяется, сколько людей сегодня в вебе в возрастных категориях находится. Вот если мы берем, например, Америку и Европу, то уже несколько лет назад уже все, потолок достигнут. То есть уже не происходит увеличение аудитории. И это, мы просто забыли эту ситуацию, когда вообще интернет только начинался. Мейл, Яндекс, все остальные, ведь они же росли на том, что сотни процентов, сотни процентов в год прирост был. Боролись не за старых, боролись за новых. То есть ты должен был просто как-то умудриться им донести мысль, что ты существуешь. Или они в поиске должны были тебя увидеть. Вот сейчас развитые страны достигли несколько лет назад, сейчас Россия дошла. Китай еще не достиг, но считается, что ему там 2-3 года осталось до выхода, до насыщения. Сейчас в растущих рынках Индия находится. У них прямо вот, это вот есть такой график, в самом начале они находятся. То есть народ только повалил, причем, как это бывает, они проскакивают в фазу персональных компьютеров, и они туда идут только с мобильными. Если смотреть на статистику трафика, у них дисктопного трафика практически нет. У них есть только мобильные. Вот Азия и Индия, Латинская Америка, это мобильники, Android и все, что касается мобильного трафика. Но там гигантский рост. А здесь все, мы закончили аудиторию. Набор ее будет происходить очень медленно, и будет конкуренция только за имеющийся трафик. Да, рост осуществляется только за счет городов до 700 тысяч человек, населения, и города ниже 100 тысяч населения, куда правительство различными программами проводит интернет. Также не растет аудитория в виде какой-то возрастной категории. То есть все люди до 40 лет фактически в интернете. Свыше 40 лет еще не в интернете, но не факт, что они будут в интернете и будут интернетом пользоваться. Что же происходит у нас с мобильными, вообще с устройствами, на которых выходит в интернет? Компьютеры 67%, а вот мобильные и планшеты уже фактически превышают, или сколько скоро превысят насыщение такими же компьютерами. Компьютеры падают минус 1%, а мобильные и планшеты растут на 34-20% соответственно. Вообще на этом рынке рост мобил, это при совсем ненулевом трафике плюс 34, это очень высокая цифра. Про смартфоны, там плюс 40, про смарт-ТВ и вообще про телевизор. Вроде как бы 41 больше, но база очень низкая. То есть пока еще трафика мало. Ученые сейчас спорят, вот появление Apple TV, iOS TV и вообще появление приложений, появление телевизора, изменит ли это что-нибудь, появится ли приложение внутри, выпустит ли Android что-нибудь похожее для того, чтобы подключать что-то к телевизору и дальше каким-то образом с этим работать. Перспективу видят в первую очередь в голосовом управлении, в том, что это не будут пульты даже, а ты будешь разговаривать с телевизором и просить его, как сейчас. Кстати, очень я хотел попросить вас, попробуйте, поднимите руку, кто пользуется голосовым управлением к смартфону. А что вы тут кроме адреса говорите? Позвонить. Как? Позвонить? Я удивляюсь, с удивлением, это вот как всегда, смотришь на детей, они с удовольствием экспериментируют. И они ставят встречи какие-то там, что-то там, завтра пойду туда-то, открой мне какой-нибудь сайт с билетами. Вот предполагается, что концепция там будет развиваться вот в эту часть, голос плюс огромный экран. Вот если научишься с ним разговаривать, может интересно будет. Но ожидают, что там будет изменение по рынку. Кстати, там есть одно очень большое изменение, то, что сделал Apple, там еще и магазин появится. Мы, кстати, даже внутри задумались, мы можем выпустить, у нас же есть мобильная платформа, мы можем выпустить версию магазина для публикации в сторе Apple. Его в России не очень много, но такая идея у нас крутится. То есть, используя наши технологии, мы можем заточить и сделать магазин для iOS. Кажется, что пиарный ход был бы клевый. Пока не уверены, что на российском рынке это сработает для продаж, но такая идея у нас крутится. То есть, все ходят, ищут способ работать с этим носителем. Подводя итоги статистики, мы видим, что необходимо работать с той аудиторией, которая уже есть у вашего интернет-магазина, и роста этой аудитории в ближайшее время не предвидится. Соответственно, нужно пытаться увеличить конверсию. Но что же такое конверсия? Когда мы начинали этот проект, в предыдущем релизе мы спрашивали, задавали партнерам и владельцам интернет-магазина, а вы считаете свою конверсию? И клиенты не могли объяснить, что такое конверсия. Даже кто говорил, если считает, он не мог объяснить, что же такое конверсия, что же он там считает. Давайте разберемся, что такое конверсия. Предположим, у вас есть интернет-магазин. У него есть тысяча посетителей, которые приходят ежедневно. И 10 этих посетителей сделали 10 заказов. Соответственно, конверсия данного интернет-магазина 1%. Предположим, что при тех же количествах посетителей вы увеличили конверсию и сделали 30 человек заказ в вашем интернет-магазине. Соответственно, конверсия вашего интернет-магазина стала 3%. Увеличивая этот процент, вы увеличиваете прибыль вашего интернет-магазина. Как уже не раз мы говорили, и говорили, есть такая еще предметная фраза, что улучшить можно только то, что можно измерить. Давайте попытаемся это померить. Пропустим ролик, чтобы не терять время. Он рассказывает примерно то же самое, что и я говорил уже. В продукте появился интерфейс, который измеряет конверсию. Он считает эту конверсию, считает ее по каналам, показывает ее в виде простого графика, в виде периода. И конкретно, что на данный период у вас конверсия. Кто из вас видел этот инструмент и клиенты обращались к вам? Большое количество групп. Разные вопросы. Видели они, и клиенты обращались. Это клиенты обращались. Или все-таки видели. Давай попросим, а кому удалось увеличить конверсию? Отлично. На самом деле, как только появляется некоторый измеритель, всегда возникает вокруг него дискуссия. Вот помните, что получилось со скоростью сайта? Нет, первое это было монитор производительности. Вот где начались баталии с хостерами, с клиентами, с партнерами. Все, началась дискуссия. И в итоге это привело к значительному улучшению по этому направлению. Очень многие хостеры поменяли вообще принципы работы. Стали ориентироваться. Оно не идеально получается. Всегда есть спор, так или не так мы считаем. Но есть объект дискуссии. Вы выпустили скорость сайта. Для многих оказалось удивительно, что там гигантские цифры. Я сам лично участвовал в одной из встреч с крупным клиентом. Говорит, мы не можем добиться высокой скорости сайта от партнера. Почему? Например, такой ответственный проект был. Надо было помочь, поучаствовать. Мы ожидаем, что конверсия в интернет-магазине станет тем числом, на которое начнут смотреть. О котором будет обсуждение. Первый прецедент интересный, связанный с конверсией. Вышел клиент на нас и сказал, ребята, мы наняли вашего партнера. И одним из условий смены дизайна и смены вообще стиля магазина, магазин достаточно большой, был рост конверсии, который они смогут увидеть в этом инструменте. И партнер подписался под этот договор, правда, разговаривал очень долго с нами. Что же такое? Нет, ты не дорассказал историю. Они сменили дизайн. Да, они сменили. И конверсия не упала. Но и не выросла. И не выросла. И вот они сидят и спрашивают, ну и что? Мы говорим, отлично, партнер сделал отличную работу, он ничего не разломал. Но как вырастить ее дальше? Дальше сели думать уже, что нужно делать для того, чтобы увеличивать. Мы считаем конверсию по инструментам. Это, наверное, самое важное, что делает конверсия. И этот инструмент позволяет вам легко добавлять свои счетчики и свои инструменты. В понедельник выйдет статья техническая, которая рассказывает, как достаточно просто добавить такой счетчик, и вы сможете добавлять как партнеры своим клиентам конкретные счетчики. Я, наверное, пролистну вот эту вещь. Самое главное, что вы можете видеть здесь динамику. Вы можете видеть конверсию сайта по каналам. И давайте разберем, какие каналы уже есть в продукте, которые позволяют вам эту конверсию увеличивать. А, прежде чем мы ее разберем, давайте посмотрим, что еще можно сделать в интернет-магазине. Кроме конверсии мы добавили модуль, который считает бизнес-модель интернет-магазина и дает возможность клиентам поиграть с этой бизнес-моделью. Что же это такое? Это вот такая страничка, на которой клиент может забить расходы по рекламе, видеть средний чек, видеть, какая у него конверсия и сколько он заработает, увеличив эту конверсию. Чтобы вам легче было доказывать, что, ребята, давайте увеличим конверсию на 0,2% и деньги вырастут очень сильно. Давай, прежде чем мы будем рассказывать, поднимите руку, кто пользовался, вообще понял идею этого инструментария. Круто. А клиенты? Было так, что вы садились вместе с клиентом и как-то рассуждали на эту тему? Такое бывало? Ну, вообще мы как раз к этому ввели. Ну, наверное, здесь несколько цифр сочетаются, и конверсия с одной стороны, и другие показатели для того, чтобы, наверное, поразмышлять над стратегией, куда вообще дальше двигаться, то есть от чего зависит эффективность и вообще бизнес-магазина. Мы делали специальный инструмент прогнозирования, когда вы можете переключить этот калькулятор в инструмент прогнозирования и посмотреть, что у вас происходит. Как строился диалог, предположим, с клиентом. Вот я трачу 200 тысяч на рекламу, реклама мне обходится в 5 рублей за клик. Что будет, если я ввалю денег больше? Будет ли эффективность рекламы? Или что будет, если цена клика резко возрастет? Вот магазин в данный момент зарабатывает 85 тысяч рублей. Предположим, завтра резко возрастет цена клика. Цена клика стала 7 рублей, и магазин ушел в минус. А клик растет постоянно. Это статистика, которую отдает Яндекс. Что же сделать? Вы можете увеличить конверсию. Увеличение конверсии буквально на 0,1%. 0,1%. То есть это совсем мало заказов. Вы опять выводите магазин в плюс. А что будет, если увеличить конверсию магазина до величин, которые считаются нормальными, средними нормальными величинами для интернет-магазина? Интернет-магазин на той же аудитории с тем же расходом на рекламу приносит уже прекрасные цифры, которые достаточно приятно видеть владельцу магазина, и он хочет получать такой доход. Но это не единственные возможности, которые даются магазину для увеличения своей прибыли. Он может увеличивать, например, цену среднего чека. Запутался немножко, sorry. Цена возрастает, доходность, вернее, магазина возрастает еще в разы. То есть клиент зарабатывает уже фантастические, фактически для него суммы. А назовите максимальную конверсию, которая есть на ваших проектах. Я что, 10%. 10%? Ничего себе. Сколько? 10? Да. О, круто. А у кого еще какие цифры? У меня 8. У меня лендинг. Вообще, круто очень. А у вас, коллеги, у кого еще какие цифры? 8. 8? Фантастика. Но вы считаете конверсию именно в оплаченные заказы, или это все-таки конверсия какая-то другая? Нет, нет, почему? Все считается по этой и по модели. Вообще, если смотреть, куда дальше этот инструмент мог бы развиваться, кажется, что если сюда добавить ЛТВ, ну то есть длительность, да, сколько вы заработаете в перспективе на этом клиенте, то это могло бы дать больше ответов. Вот одна из цифр по бигдате, возможно, это в будущем станет само собой разумеющимся, это прогнозирование ЛТВ по клиенту. Есть такая математика, мы там один из экспериментов делали в этом отделе, но мы его пока делали для B24, пробуя технологию. То есть по поведению на сайте и по тем заказам, которые он сделал, на основании опыта по другим клиентам, сумеет сказать, что вот он заказ сделал, вы ему говорите, на этом клиенте можно заработать столько. Вот какой-то такой вот прогноз, он научится… Вы используете прогноз по триггерным рассылкам? Дешевая реклама, обратные заказы, повторные, тоже можно туда прогнозировать? Но мы его включаем все-таки в счетчик, вот как раз мы поговорим по инструментам, по аналитике именно сбора данных. Какие методы используются для предъективного анализа? Как по актуальному математику или по аузам? Какие методы используются? О, так, Свербула с нами нет. Из того, что я понимаю сегодня об этом, на самом деле там иногда просто отключаешься на совещание, когда идет речь там по всю эту математику. Ну, например, как по B24. Поведение, разделы, интерес к другим, потом считается сходство, находятся похожие покупатели, которые делали заказы. И на основании этой статистики идет прогнозирование по сходству поведения, по категориям товара, по ряду целых других критериев, делается прогноз по похожим клиентам, сколько на нем можно заработать. Таким образом работает. Но там отдельная математика. Мы пока еще не готовы там представить ее, но в эту тему работаем. То есть этот инструмент дает возможность вести диалог с клиентом и дать возможность посчитать, что будет у клиента, если вы увеличиваете какие-то показатели. Перейдем от прогнозирования все-таки по конверсии по каналам. Какие же каналы предоставляет продукт для увеличения конверсии? Одним из таких каналов, и вообще все каналы собраны в пункте меню маркетинг. Мы выпустили в предыдущем релизе, собрав все маркетинговые каналы в отдельное меню, где ваш маркетолог, а маркетолог – это уже обычно не технический персонал, который любит всю информацию увидеть в одном месте. Вы можете доступ настроить для него в этот раздел, и он будет полностью там находиться в этом разделе и смотреть полезную информацию. Первым таким каналом является автобюджет контекста. Контекст вышел фактически на основную статью расходов. SEO умирает, оно становится все проще и проще, все сложнее добиваться там каких-то результатов. Контекст – основным источником привлечения трафика для интернет-магазина. Что же делает Bittrex для улучшения? И вот как раз сегодня мы обсуждали, что почему мы не делаем настройку интерфейса. Наша задача – отдать возможность предугадывать или убирать товары, когда реклама идет, а товар уже закончился, и нужно снять, чтобы не расходовать бюджет. Наша задача – следить за ценой клика, и вот чтобы он вот так не повышался, и магазин не вылетал в трубу, опять-таки снимать объявление, если цена клика выросла за тот показатель, который клиент не готов платить. При возврате товара на склад нужно вернуть какое-то конкретное объявление в показ, чтобы рекламный бюджет тратился и привлекал клиентов. То есть это один из инструментов, который дает возможность вам увеличивать конверсию сайта, отслеживать именно этот инструмент, сколько привнес. Вы обсуждаете это с клиентом, говорите, давайте попробуем делать рекламу и отслеживать, дает ли она конверсию. Вы инструменте в этом смотрите, эту конверсию. Следующим инструментом, который может влиять на конверсию, являются как раз-таки триггерные рассылки. И мы их считаем и отправляем эти данные в этот инструмент. Мы говорим, сколько привлекли через триггерные рассылки к этому инструменту, к этому сайту, сколько дало конверсию это привлечение и так далее. Ну не будем, наверное, останавливаться на, как строятся триггерные рассылки. Вы здесь все знаете, что такое триггерная рассылка. Поговорим о том, что 7 рассылок, 7 триггерных рассылок, 7 примеров включены уже в продукт, и вы можете их использовать, можете их модернизировать. Там даже есть одна интересная шуточная рассылочка, которую мы показали вам, что привлечь аудиторию можно и таким шуточным методом, показав, что нужно приходить в магазин. Что уже настраивал для магазина триггерные рассылки свои? Маловато пока еще. Посмотрите, инструмент очень хороший, и в будущем реализации, ну то есть в будущем релизе мы выпустим еще улучшения по нему. Пропустим этот слайдик. Следующий инструмент, который дает возможность, как раз вот клиенты сегодня говорили, что бигда там нам не нужна, но даже на маленьких магазинах, а как раз таки на маленьких магазинах, это дает наибольший эффект, потому что количество товаров внутри интернет-магазина достаточно небольшое, легче делать предсказания, товары смотрят достаточно часто, это не огромный каталог на полтора-два миллиона там товарных единиц, по которому сложно какое-то предсказание сказать. И по нашей статистике мелкие магазины достигают наибольшей величины конверсии за счет этого инструмента. Потому что на больших магазинах нужно детальную настройку делать. Более 20 тысяч магазинов, Сергей сегодня цифру чуть меньше приводил, но у нас цифра стала считаться для месяца. Мы в среднем в месяц обсчитываем 640 миллионов событий. Что-то цифры у тебя отличаются от моих. Да, они отличаются, потому что мы стали в реалтайме отслеживать по месяцам. Вам дали прям цифру текущего месяца. А у меня все-таки такая усредненная. Мы делали эксперимент с одним из магазинов. Это как раз-таки не очень большой магазин, не очень большое количество товаров. Плюс 20% к конверсии. Это имеется в виду для конкретного инструмента. Она размазывается, когда общая считается. Дал инструмент именно Big Data. SEO. Все-таки SEO применяют. И мы в продукте делаем все, чтобы дать возможность тоже увеличить какую-то конверсию внутри вашего продукта. Это новая ЧПУ в создании правил для страниц. Это канонические ссылки, чтобы вас не пессимизировали. ЧПУ в умном фирме, фильтры, улучшенные хлебные крошки и так далее. Не будем перечислять. Подожди, можно я спрошу. Коллеги, ЧПУ мы все вам решили? Нет по ЧПУ замечаний? Все окей? Есть одно замечание. Есть одно замечание. Какое? Вот когда уставляется автоматическая перерасаса на 404 странице, работает замечательно в каталоге. Как я могу осветить, какой страниц у меня для фирмы 8? Ну, пока никак. Ну, хотелось бы еще один аналитик, который туда добавить. Свои решения придумали, но... Ну, может в аналитику да стоит показать какую-то страницу, с которой страница-то была. Самое главное, что уже нет вопросов ЧПУ у вас. Плохое. Это ценно. Подожди, может еще есть? Еще есть какие-то комментарии по ЧПУ, нет? Да, есть комментарии. Пожалуйста. Чтобы ЧПУ направилось в одном месте, а не находилось у каждого компонента. А мы как раз это сделали. Я выпустил статью, которая рассказывает старый метод, когда приходилось ходить в три места, чтобы настроить. Это была первая часть статьи. Через 2-3 дня после приезда я выпущу вторую часть статьи, которая как раз расскажет, как стало после 15-5 релиза. То есть самую сложную часть, когда нужно было находить, идти в третье место и настраивать там сложные какие-то схемы, она исчезла. Это стало просто. Вы нажимаете галочку, человекопонятно выбираете, как вы хотите, выглядело, чтобы ЧПУ, и оно будет автоматом все это настраивать. Как раз мы пришли к этому направлению. Вчера буквально последнее обновление поставил, в релизе говорили, что сделали поддержку ЧПУ для отдельных компонентов. Да, все верно. Я еще раз повторю, на что вы слышали. Вчера поставил обновление последнее, то есть все актуально, там вообще все это есть. В релизе говорилось, что сделали поддержку для отдельных компонентов, поддержка ЧПУ и этого режима, тоже ЧПУ. Не работает. В каталоге? Работает, почему точно знаю, потому что мой магазин собран на отдельных компонентах, и вот первая статья, как раз я ее специально выпустил на отдельных компонентах. А почему вот нужна статья, чтобы заработала? Все-таки ЧПУ сложная штучка. Я опишу, как это сделано, там, скорее всего, просто непривычный механизм. Все привыкли, что нужно идти писать, изучать, что-то делать, а там сделано просто по-человечески. Вы говорите, как я хочу выглядело, чтобы ЧПУ, и оно автоматически формируется. Хорошо получилось, хорошо сделали, не все поняли, что именно вот так теперь просто это стало работать. Да, то есть это, скорее всего, из-за перехода. Я как раз вот вторую часть статьи сделаю, которая расскажет, как это делается. Там все прекрасно работает. Давайте дальше. Ну, я потом задам вопрос. Следующий интересный инструмент, это, вернее, не инструмент, а сегмент, по которому вы можете привлекать пользователей, это мобильные клиенты. Google анонсировал то, что будет пессимизация сайтов, которые не переходят на мобильное представление, не показывают клиентам сайт в адаптивном каком-то виде. И мы специально один из сайтов, и тут как раз этот сайт оставили, не стали его переводить, хотели посмотреть, а будут ли какие-то санкции. И санкции произошли. В какой-то момент времени это произошло не в тот день, когда обещал Google. Трафик с Google был более 400 уников в сутки. Он резко нас обрубил, и осталось где-то сейчас в среднем в 50. Приходят сутки с Google. Все остальные страницы упали вниз. Если они раньше находились на первых позициях, они упали там ниже 10, 20 и так далее. Это 3-4 страницы. Трафик очень сильно просел. Через некоторое время мы сменим на нем, на этом сайте дизайн, и посмотрим, вырастет ли обратно, то есть вернет ли Google нас в выдачу. Адаптируйте свои сайты к мобильному рынку. Наше решение уже готово и адаптировано. Новое решение как раз тут обновится, и вы увидите обновленный магазин в том виде, как мы хотели его вам представить, с новыми баннерами, с новой версией предоставления новостей и так далее. Посмотрите новое решение. Скажи, пожалуйста, есть ли спрос со стороны клиентов? Прям приходят, задают вопросы, адаптируют. То есть это стало новой услугой? Для заработка, да? Мы внедрили стандартную технологию, это Bootstrap, вы ее все знаете, и вам теперь будет проще делать, проще адаптировать ваши сайты. Не буду здесь детально останавливаться, времени достаточно мало, но наш магазин вот так вот выглядит. Не так он сейчас выглядит. Ну, даже чуть лучше, согласен. Это скриншоты старые. Картиночку тоже уберем. Мы встроили Bootstrap третьей версии, он теперь входит в продукт, вы можете его использовать в наших компонентах. Все основные компоненты уже перевели на Bootstrap, и дальше будут переводиться все больше и больше компонентов на Bootstrap. В новом релизе мы выпустим новую корзину на Bootstrap и оформление заказов. Они поддержат как новые технологии, так и Bootstrap. Какие же шаги можно сделать по увеличению конверсии? Что же необходимо сайту для ее увеличения? Это удобный и понятный сайт. То есть это хороший шаблон, который умеет хорошо адаптироваться. Адаптивный дизайн. Мотивация к совершению заказа или покупки. У нас множество компонентов, которые дают возможность совершить покупку. Это инструменты бигдаты, это инструменты, которые говорят, вы товары эти смотрели и так далее. Грамотная настройка контекстной рекламы. От этого зависит очень многое. Вы сможете теперь отслеживать конверсию вашей контекстной рекламы. Это персонализация интернет-магазина. Это высокая скорость загрузки страниц, мониторинг и так далее. Проведя все эти вещи, проведя работу с клиентами, вы сможете, во-первых, выставить им счет, во-вторых, помочь клиенту заработать больше денег, а довольный клиент в этом плане будет доволен вашими услугами. Вернили секундочку назад. На самом деле из вот этого списка появляется целый перечень работ, который вы можете выставить на свой сайт и который вы можете предложить клиенту. Это мобильные, это конверсия, это триггерные рассылки. Выставляйте эти материалы на сайт, говорите о том, что вы это умеете делать. В тех же триггерных рассылках вы прекрасно можете найти, не знаю, контент писателей, подготовить красивые тексты. В общем, это решаемость непривычная. То есть мы с вами не умеем по умолчанию такие вещи делать, но вообще это легко решаемо и появляется новая услуга. Да, мы организуем вам триггерные рассылки. Вы сэкономите, увеличите конверсию. Ну и формируйте новый пакет услуг. И самое главное, клиенты готовы платить именно больше денег за то, чтобы им увеличить их доход. А это увеличивает их доход. Но что же делать для того, чтобы протестировать эту вещь? Для этого существует такая технология или такой механизм, как АБ-тестирование. Что такое АБ-тестирование? Давайте предположим, нам нужно выбрать автомобиль. Какой автомобиль вам нравится? Поднимите руки, кому нравится автомобиль А. Я думаю, что они смотрели все презентации продукта. Давайте еще раз проверим. Смотрели. Кому нравится автомобиль А? Здесь нет правильных ответов. Отлично, красивый автомобиль, но мы не узнали самого главного. Для чего требовался автомобиль? В данном случае нам нужен был автомобиль, чтобы возить наших сотрудников в офис, который находится за городом. И автомобиль А, к сожалению, не подходит. Придется делать слишком много рейсов. Б – правильный ответ. Эта технология как раз и делает эту вещь, она дает правильный ответ. Она берет какую-то небольшую аудиторию, предположим, 10%, делит ее 50 на 50, и одной из аудиторий показывает, например, старую версию вашего дизайна, а второй аудитории показывает новую версию дизайна. И вы можете через некоторое время сказать, выросла ли конверсия, конверсия упала или конверсия осталась одинаковой. В данном случае конверсия выросла и стала составлять 2,4%. АБ-тестирование – прекрасная технология. Она дает возможность ответить на разные вопросы, но почему же эту технологию не используют? Самая большая проблема неиспользования данной технологии – это сложность ее настройки. Мы, подходя к этой технологии, решали самую главную задачу. Мы ее встроили в наш продукт и решали задачу запустить тестирование даже не программистами, а именно простым маркетологом в несколько кликов, запустив какой-то простой понятный мастер, запустив эту технологию за 5 минут. Как же это происходит? Мы выбираем два шаблона сайта. Выбираем. Один, конечно, должен быть вами подготовлен, новый. Это новый шаблон, который могут сделать ваши специалисты и вы можете сделать клиенту. Заходите в специальный мастер, выбираете, что вы хотите протестировать. А у тебя старый ролик, да, сейчас? Это старый ролик. Когда мы выпустили эту технологию, сейчас вот коллеги настраивают, как выбирается новый мастер, поступило целый ряд, ну не замечаний, а прям предупреждений со стороны коллег из Яндекса, из Мейла. Коллеги, вы не доделали одну важную вещь. Очень круто, что вы это сделали, вообще просто удивительно, но вы не сделали математическую достоверность, что можно доверять этому результату. То есть, например, взяли, запустили на 10 минут, там три хита собрали и говорим, а вариант лучше. Но это не так, а клиент может так решить, да? Это не так, потому что математическая достоверность не достигнута. И они как раз нам сказали, что мы много раз попадали в ошибки, когда на основании небольших статистических данных делали вывод, а потом все оказывалось не так. И удивительно было, во-первых, то, что именно, так сказать, большие компании нам обратили внимание, когда мы с ними общались, они говорят, ну, мы при наших объемах, мы вынуждены делать, потому что наши все гипотезы не работают. То есть мы реально экспериментируем постоянно на людях, подсовываем такой-сякой вариант, смотрим результаты, и все время экспериментируем над аудиторией, делая выводы. И вот сейчас вышло уже обновление, которое считает эту достоверность математически. Кроме того, что оно считает эту достоверность, оно предсказывает, сколько дней продлится тест. Вы выбираете там два алгоритма, и оно сразу вам говорит, ребята, для вот ваших условий примерно нужно будет, например, 15 дней, чтобы достоверность была достигнута. Система достаточно хорошо умеет это прогнозировать. И мы поддерживаем две системы математики. Ну так вы на девелоперском сервере, наверное, тестируете. Год-полтора? А какая посещаемость? При какой посещаемости? Ух, какой у вас был тест там интересный. Интересно посмотреть, что это за тест. У нас такие показатели были до 50 человек в сутки. Кнопка купец или корзина? Интересно, нужно посмотреть. Многовато, многовато. Да, это очень многовато. Мы когда тестировали, у нас получались такие показатели, когда 50 уников в сутки. Мы расчеты доделали, что там полтора года. Ну да, до корзины доходят очень не все. И там получается… То есть получилось, что 50 как раз добавлений в корзину? Да, да. Ну возможно, кстати. Если у вас 500 посетителей и один заказ в день, грубо, то может действительно ему… Ну давайте проверим, есть ли ошибка. То есть надо понять, есть ли ошибка или нет. Вы можете напрямую обратиться, дать доступ. Мы посмотрим, что происходит. И если что, алгоритм поправим. Любопытно. Конечно, многовато. Мы проверяли, потому что было нормально. Никто не будет ждать. В систему встроены 6 основных сценариев. Вы можете протестировать новый дизайн, протестировать главную страницу, детальную карточку товара, страницы корзины, страницы оформления заказа и произвольную страницу статическую. То есть уже готово. Вы просто выбираете в кликом, в два клика выбрали старую, выбрали новую, тест запустили. Все очень просто и можно быстро запустить. Секундочку. Я правильно понимаю, Сереж? Сереж Попков. Ваши доклады будут во многом про обтестирование, да? Большая часть этого доклада. Я как раз очень рад, что у нас сегодня будет презентация коллег из АИСа, потому что очень много работы связано не только вообще с выбором дизайна или не только с предложением дизайна, а именно с поиском конверсии и вообще ответа на вопрос, для чего сайт, зачем он создается клиентом, ради какой главной цели, за каким числом гонится этот проект? Я даже на собственных проектах запускал обтестирование и выявил интересные показатели. У меня была сортировка по просмотрам товаров и у меня на главной странице всю основную выдачу занимали те товары, которые наиболее просматриваются. Соответственно, клиенты предполагали, что магазин уже не развивается, что-то какие-то проблемы в магазине, товар-то одни и те же. А эти товары просто постоянно, у них нет понятия закончились и поэтому там они постоянно заняли первые позиции и там высвечивались. Обтестирование показалось, что это плохо и я сделал во втором в бет-тесте как раз таки сортировку не по просмотру товаров, а немножко изменив принципы. Выяснилось, что та штучка работает лучше для клиентов, они лучше воспринимают, конверсия у нее лучше. А кто делал обтестирование? Поднимите, пожалуйста, руки. Отлично, большое количество людей. Еще раз обращаем внимание, коллеги, ставьте на сайт и предложение клиентам. Формируйте пакет услуг, пробуйте. Будете экспериментировать на клиентах, как обычно. Вы подготовили страницу, отдали ее заказчику, он и в течение пяти минут сможет запустить внутренними службами, внутренними сервисами магазина, запустить это АБ-тестирование. Есть готовые шесть сценариев, полная аналитика, мы сделаем расклад по конверсии, клиент может увидеть, дало это результат или не дало. Сделайте свой интернет самым продающим. Это АБ-тестирование идет вживую, на этот сайт можно войти, там два наших шаблона и как раз-таки там запущен АБ-тестирование. Там, правда, немножко старенький шаблон, но я чуть позже его обновлю. Некоторым клиентам будет показан старый шаблон, некоторые новый. Этот магазин в среднем посещаемость около 50 уников, мы на нем отслеживаем, какой шаблон лучший, какой более продающий, скажем так, какая конверсия. При твоей посещаемости сколько лет тебе нужно для математической достоверности? Много лет, но тут не преследовалось цель, а просто показать, что АБ-тестирование работает. Вообще, конечно, это очень, нам кажется, сильный ход был с точки зрения вообще рынка и коммуникации с клиентом, добавления всего этого комплекта инструментов. Мы еще раз хотели обратить на него внимание. Пожалуйста, вопросы. Сереж? Миш, прошу вот туда вопросы. Включите только его. Добрый день, коллеги. Меня зовут Тимур, компания LifeTex. Мы делаем сервис коммуникации с посетителем сайта и сейчас делаем интеграцию с вашей, с Bittrex24. Есть ли какая-нибудь возможность вот эту аналитику по увеличению, ну, основной кейс это увеличение конверсии, собственно, с посетителями сайта? Как можно это прикрутить вот сюда? Не к Bittrex. Не к Bittrex. Можно? Вопрос, как прикрутить не к Bittrex? А, нет, ну, чтобы люди вот могли проверить, ну, действительно ли работает, ну, насколько увеличилась конверсия после того, как поставили онлайн-консультанта вот на сайт. Вы можете добавить его счетчиком. Вот как раз в понедельник выйдет статья, которая будет говорить, как поставить свой счетчик. Вы сможете поставить свой счетчик и запустить тестирование той страницы, где отображается ваше счетчик. Смотрите, в своем модуле, который вы инсталируете, да, в продукт через Marketplace, добавьте ему расширение, чтобы при инсталляции или при обновлении он прописал один из счетчиков для конверсии, и тогда он станет влиять напрямую на продажи интернет-магазина. И у вас может получиться отличный кейс. После установки онлайн-консультанта конверсия вот такого магазина выросла настолько. Замерили вот так. Фактически вы станете еще одним каналом в этой системе. То есть вы будете показываться как канал, и клиент будет видеть, воу, клево, конверсия стала. Именно этот канал увеличивает конверсию. Об этом мы говорим. То есть, да, у нас есть аналитика, это возможно, мы закладывали это в API, чтобы вы могли использовать. Пожалуйста, вопросы. А, хорошо. Где? Вот сейчас сделано для магазина все, это обе-тестирование, аналитика конверсии, триггерные рассылки на другие события. Она сделана как раз не для магазина, она считает и показы баннеров, и другую ситуацию. Это была принципиальная позиция техдигра, что это инструмент должен быть универсальным. Вот триггерные рассылки и аналитика, она все-таки, наверное, для магазина. Не совсем. И триггерные рассылки тоже могут засосать информацию как с форм, так и с остальных систем. Там можно прописывать свои блоки, то есть где забрать информацию для рассылки, где забрать информацию для еще каких-то целей. Она может их собирать с тех же лендингов, с тех же каких-то форм на лендингах и делать какую-то триггерную, вплоть до триггерной рассылочки. Все это можно делать прекрасно. Да, мы как раз стараемся делать механизмы, чтобы они не были привязаны исключительно. Опубликованные статьи в блогах для разработчиков, как вот и сделать возможность отбирать информацию с каких-то необходимых страниц. Посмотрите, там есть прекрасная статья. Пожалуйста, вопрос. Всем привет, Виталий Южкович, Пуговка. У меня пару вопросов есть. Первое, правильно ли я понимаю, что снимутся ограничения на кастомизацию, ну вот, например, корзина, да, сейчас есть боль. Корзину на таблице сверстать нельзя, работать не будет. Жесткая привязка есть. То есть вот эти все вещи, они будут… Мы не хотели бы снимать ее, чтобы ее кастомизировали, мы все-таки хотим сделать хорошую корзину, которую не потребовалось кастомизировать, но на событиях давать возможность вам что-то изменять. Но она, естественно, будет не на таблицах, иначе она не будет адаптивной. Ну вот просто мы попали, скажем так, в залет такой, сделали красивенько на бутстрапчике, и поняли, что там не завелась. Переверстывали бы обратно на таблицы. Все верно, все верно, да. Но вы же переверстали уже на бутстрапчике. Мы не перестали корзину, это вот как раз в новом релизе. Корзина и оформление заказа, это будет… Я и говорю, в новом релизе вы выпустили. Да, в новом релизе мы обязательно выпустим корзину, которая будет адаптироваться, будет прекрасно работать на мобиле, и будет оформление заказа также работать на мобильном телевидении. Окей, и второй такой вопрос боль. На одном из проектов мы дорабатывали проект, то есть сделали там год-полтора назад его, сделали крупный редизайн с доработкой функционала, и обновление ставили накаткой. И потом выяснилась такая штука, что вроде стоят все обновления, а компоненты стоят старые, и некоторые функциональные вещи не поддерживаются. А перенести, чтобы, как бы, получается, надо ставить донорские отдельно чистые установки сайт, оттуда перетаскивать вместе с шаблонами и заново интегрировать. И как-то, в общем, такая вот история. Это все верно, это никак не изменишь. Если вы кастомизируете свой шаблон, а что-то добавилось именно в шаблон, мы не можем лезть в ваши шаблоны и добавлять это. А изменений было очень много. Вы кастомизировали шаблон? Нет, вопрос не в кастомизации шаблона, а функциональных возможностей компонента и настроек его. То есть вот, например, установка произвольной 404-й страницы. Она появилась во всех компонентах, даже кастомизированных. У меня кастомизированный компонент на сайте, все появилось. Ну, просто отдельно подойдем, пообщаемся. Давайте, давайте. Вопрос там задавались. Эти вещи как раз-таки хорошо работают. Не работают те вещи, когда они публичности касаются. То есть касаются самого шаблона, и вот в шаблон мы лезть к вам не можем, мы его не добавляем. Именно не визуально, именно профункционально, именно то, что это есть в новом шаблоне, на уровне, в настройках компонента есть. А в старом компоненте, в настройках этого нет. Но неуведенный компонент в свое пространство имен прекрасно получает все обновления. Тогда пообщаемся отдельно. Окей. Хорошо. Коллеги, спасибо большое. Я думаю, что мы стоим перед обедом. Спасибо, Юр, за доклад. И собираемся здесь в 14.10. Спасибо всем.